Мур, привет друзья! С вами Зверько и рубрика ML-факты. Сегодня возьмемся за неоднозначный аспект – пассивную способность Роджера в форме Волка. Возможно, кому-то материал покажется сложным, но надо развиваться, господа. Что, собственно, делает сама пассивка? Когда Волк наносит урон автоатакой по персонажу, которому уже нанесен урон, его атака усиливается. Вылетает еще одно значение урона, но это не все. Этот урон активирует многие пассивки предметов. Ранее еще активировалось замедление в перках бойца, но перк переделали. Итак, контрольная проверка. В одной точке много Лейла. Удары не исцеляют Роджера. Но если купим хотя бы топор кровожадности, появляется небольшое исцеление. Небольшое – потому что пассивка Роджера работает на одну цель. И вот от урона пассивки он получает исцеление. Более ценное приобретение – это меч Семи морей. Хоть на кукле свойство немного глючит, поясню, как это работает. Первый удар будет лишь с одним значением ХП, если цель полностью здорова. Второй удар выбьет два значения урона и активирует пассивку меча Семи морей, который срежет 25 единиц брони. И урон, и наш, и союзников по этой цели возрастет. Конечно антихил со смертельного клинка срабатывает сразу. А жерель из заточения, как видим, срабатывает со второго удара. Даже Палающий Жезл работает по пораженным целям. Теперь возьмем Трезубец для окончательной проверки. Нет, пассивка на автомате не работает. Надо прожимать пальчиком навыки, чтобы вылетал чистый урон. Итак, что же мы выяснили? Пассивка Роджера считается системой как урон от навыка и является триггером к многим предметам. Вот такая информация к размышлению, друзья. Можете писать в комментариях, какие предметы подойдут пассивке Роджера. Делитесь этим видео с друзьями. И помните, вместо лапок отрастают клешни, если не смотреть ML-факты. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok